Пограничники отмечают сразу два праздника. 101-й год пограничной службы ФСБ России и 85 лет образования службы в городе Сочи. Внешняя граница Краснодарского края это почти тысяча километров, при этом около 900 это морские рубежи. В парадном строю малые катера, несмотря на свои небольшие размеры, это грозное оружие под названием «Боец» и «Дельфин». Катера малозаметны, быстроходны и маневренны, отличные помощники в охране госграницы, как и автомобили, среди которых мобильный комплекс контроля «Патриот Акапи». Это только в день пограничника на выставке дети могут попасть в такую машину. На самом деле «Патриот Акапи» создан исключительно для работы пограничной службы. Дети с удовольствием рассматривают автомобиль, а он распознает движущийся объект на расстоянии до 15 километров. Здесь в составе идет тепловизор, видеокамера и радиолокационная система. Которая для надводной обстановки и сухопутной. Поздравить пограничников всегда приходит много людей на площади. Развернулась выставка образцов оружия и технических средств охраны границы. Пограничники исторически выполняли и выполняют задачи в тесном взаимодействии со всеми жителями при граничьях. Охрана государственной границы России немыслима без поддержки взаимодействующих органов, органов государственной власти, местного самоуправления и сознательной общественности. Так что выражение границы охраняет весь народ актуально и по сей день. От имени всех сочинцев поздравляю весь личный состав и ветеранов пограничной службы в городе Сочи с профессиональным праздником Днем Пограничника. Благодаря вашему профессионализму, самоотверженному труду в нелегких условиях создан надежный заслон проникновению в нашу страну террористов, боевиков и других преступных элементов. Пограничная служба – это первый барьер на пути контрабанды оружия и наркотиков. Если сравнивать длину границ государства, у России она самая протяженная – более 60 тысяч километров. Наша страна ограничит с 18 государствами. С начала года сотрудниками пограничного управления было пропущено через границу более 2 миллионов человек и 1 миллион 300 транспортных средств. К административной ответственности привлечено около 900 нарушителей госграницы, а еще задержано 65 преступников, находящихся в федеральном и международном розыске.